Дорогие друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим потрясающе вкусные лепешки на сковороде. Рецепт очень интересный, с изюминкой. Лепешки получаются мягкими, воздушными, очень-очень вкусными. Для начала нам нужно обжарить небольшую луковицу. Я нарезала кубиком. Такая совсем маленькая луковичка. Обжарю буквально пару минут. Ну вот, лук уже начинает немножко золотиться. И я добавляю капусту. Капусту предварительно я нарезала небольшим кубиком. Здесь 100 грамм. Сначала я несколько минут капусту обжарю. А затем уже накрою крышкой. Можно чуть-чуть воды добавить. И буду тушить до полной абсолютной мягкости капусты и лука. Вот капуста потушилась. Сейчас она немного остыла, теплая. Я всыпаю дрожжи. 1 чайную ложку быстродействующих дрожжей. Вливаем 120 мл теплого молока. Перемешиваю. Добавляю где-то треть чайной ложки соли. Кстати, капусту я немножко подсаливала, пока она тушилась. Чайную ложку сахара. Добавляю 1 желток. И 200 грамм муки. И замешиваю тесто. Сначала лопаткой, а потом уже, когда неудобно, уже руками. Сейчас немножко теста помесим. И затем добавим подсолнечное масло. И добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Тесто хорошенько вымешиваю. Муки больше не добавляю, хотя оно довольно липкое остается. Минут 5 я примерно вымешивала тесто. Теперь накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте примерно на час. Ну вот, прошло около часа. Посмотрите, как замечательно тесто подошло. Теперь я стол и руки смажу растительным маслом. Тесто такое очень липкое, поэтому вот нужно хорошенько смазать руки подсолнечным маслом. Делю тесто, ну давайте, на 4 части. Пусть будут 4 лепешки. На сковороду наливаем довольно приличное количество растительного масла. Пусть разогревается. А сами делаем из колобка лепешку. Но поскольку тесто очень-очень мягкое, и плюс здесь еще кусочки капусты, то раскатать будет очень проблематично. Поэтому я вот так сделаю лепешку прямо руками. Масло как раз разогрелось. И отправляем аккуратненько обжариваться лепешку с двух сторон до румяного цвета. Жарим на среднем огне. И как только подзолотился, аккуратно переворачиваю. Так, ну и теперь смотрим с другой стороны, когда подзолотился. Снимаем. Снимаем на бумажное полотенце. Смотрите, какой красавчик. Вот такие симпатичные лепешки получились. Они у меня, правда, получились разнокалиберными такими. Очень приятный аромат. Пахнет, я бы сказала, пирогами с капустой. Сами лепешки нежные, воздушные, с краешку хрустящие. Очень-очень вкусные. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока, увидимся.